Государственная комиссия завершила свою работу, а сигналы СОС до сих пор идут. Государственная комиссия во главе с Шукеем отрапортовала, что комиссия успешно завершила свою работу, и на заседании Кабинета Министров было объявлено, что комиссия на самом деле закончила работу, и ситуация стабилизировалась, все нормально, все окей, все вопросы решаются. Но как решаются эти вопросы? Кого обвиняют в организации массового беспорядка? Кого сажают? На кого заводят дела уголовные? Когда был господин Назарбаев в свой день, он четко сказал, мы должны разделять летянников-бортующих от провокаторов. Провокаторы не выявлены. Провокаторы наказались в хауах Майдана. Люди, которые там постоянно наблюдали, все 8 месяцев жену за басующими, оказывали всяческую поддержку, успокаивали, просили решить в рамках закона не выводить этот конфликт на более радикальные формы, юристами снабжали, консультировали, и теперь оказались эти же помощники, члены хауах Майдана, уголовниками. Айжангу на мир, посадили, провели задержание на 10 дней и завели уголовное дело. Я, как член хауах Майдана, тоже бывал за мной здесь, наблюдал, разговаривал, беседовал, и все, что я сделал, все в моих силах, чтобы эту информационную изоляцию разбить. Да, благодаря хауах Майдана вся информация пошла за рубеж. Да, благодаря хауах Майдана Стинг отреагировал на события в Жан-Узе. Да, благодаря хауах Майдана все мировые общественные организации, правоохранительные или общественные, гуманитарные, все узнали о Жан-Узе. Да, благодаря хауах Майдану узнал Европарламент, что творится о Жан-Узе. Это я считаю, что заслуга хауах Майдана. С самого начала хотели, чтобы никто не знал о Жан-Узе. То, что я сейчас говорю, это не отпустит к выборам. Просто после того, как объявили, что государственная комиссия закончила свою работу, и после этого еще поступают до сих пор звонки с ФОС и Жан-Узе. Просят помощи. Идет страшное давление на тех людей, которые дали показания журналистам, выразили свои несогласия, о которых написали в журналах, газетах, в которых брали интервью. На них идет сейчас страшное давление, идет репрессия. По сути, что мы говорили там, Хауах Майдана? Мы говорили то, что сказал Назербайз. Подтвердил. Да, вы правы. Ваши проблемы надо решать. Надо за полом переговоров решать эти проблемы. надо соглашительную комиссию создать. Мы это же говорили, как сказал Назербайз. Но мы сказали это пять месяцев раньше, чем господин Назербайз это сказал. Значит, раз президент страны сам подтверждает, что мы правы, о каком уголовном преследовании может идти речь? Меня это как-то волнует. Сказали, что будут ловить провокаторов. Кто спровоцировал это кровопролитие? А где эти провокаторы? Вы мне в лицо одного провокатора. Скажите, кого поймали? Кого арестовали? Арестовали Сулетаеву? Арестовали полгата Савтаржанова? Арестовали тех же нефтяников, которые требовали, на площади стояли и требовали их около 30 человек. А где провокаторы? Эта провокация шла с самого начала. Убили Жасулка Сурбаева, нефтяника. Это провокация. Хотели спровоцировать волнение среди нефтяников. Они думали, что нефтяники отреагируют и начнут выступление свои радикальные. Не получилось. Нефтяники отреагировали по-другому. Мирным путем начали требовать расследования. Где убийца Сурбаева? А ведь те люди, которые это организовали, они известны. знают фамилия. А где они? Убили Жан Саулер и засиловали. Где преступники? Избивали нефтяников. Стреляли из травматического пистолета отца. Где провокаторы? Кто это делал? избивали журналистов Стан-Ти-Ви. Стреляли в них. Они даже сказали машину, как показали на машину с номером. Указали номера. Где организаторы? Стан-Ти-Ви. Значит, это выдумка то, что нефтяники сами организовали эту стрельбу, нефтяники сами спровоцировали якобы вот эти беспорядки. Я считаю, это миф. власть спрыгнула с ума. Власть не хочет наказывать преступников. Теперь они намекают. Не намекают, а с этим чекстом говорят. Из-за рубежа организаторы сидят за рубежом. Я думаю, американцы, НАТО. Откуда сейчас спутят? Я испугался, думаю, если они вмешаются в зарубежные силы, тогда вторая лирия неминуема. Сирия неминуема. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы внутри мы сами разобрались в своей обе и конюшнирах порядок привели. Оказывается, власть работает по такому методу, модели. Детка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Виновата репа. теперь оказывается виноват Аблязов или Алиев, наверное. Суда, наверное, хотят направить все поиски, так как судят членов движения Халк Майдана. Заводят дела. Запугиваете их. Это Аблязов раздал пистолет Калашников и сказал приказ стреляйте. Это Козлов, наверное, организовал всю эту заваруху за день ищет пять. Он дал приказ стрелять. У меня много вопросов. мне кажется, что мы забрались уже некуда. Мы сейчас даем такую ложную информацию распространяем везде. Над нами скоро будут сменяться дети. мне звонили. Спрашиваем как семья, как дети. Дети играют в ОМОН стрелять. Теперь дети стреляют на те дети, которые играют роль изображать ОМОНовцев. Для детей уже враги ОМОН. Вот довели страну до такого состояния. Мы в детстве играли фашизм. Потому что мы из девчонки видели фашисты дураки. И по этой модели мы тоже поступали как дети. стреляли фашистов. То есть стреляли сейчас они стреляют в ОМОНовцев. Поэтому сейчас если господин Назарбаев считает, искренне считает, что виноваты виновники все за рубежом, а внутри они все белые и пушистые, то он глубоко ошибается. сейчас начнется зачистка, говорят. Сами же кейнбышники говорят, предупреждают. Те люди, которые съездили в Жанглудзен, это не встречались. Вот Абилов, Ергалиева, Барталова, Тайжан, они когда выезжали, они встречались с комендантом, с Акимом новым, они сказали, дали понять виноват за рубежом, Лондон. Фамилию правда не указали, но вычислить это не так, не так суда не стоит. Теперь что делать? Теперь наверное хорошо, Лондон обряд его не поймать, его здесь не могут засудить. Они могут нас засудить. А теперь я думаю, что будет сомляться? Наверное, наверное, в него будет покушаться, он будет стрелять в него, организует покушение? Интересно, вот эта информация надеюсь зайдет до него. что он является организатором и дал команду стрелять, раздал оружие для самым раздал оружие провокаторам, чтобы они стреляли в мирный народ без оружия. Это значит приходит как обряд вот так получается. я обращаюсь к казахстанцам, я обращаюсь к журналисту через вас, я обращаюсь к казахстанцам, пока мы не очистимся от этой лжи, от этой технологии, которая нарушает все права человека, которая выдумывает новые вороби, новых врагов назначает новых врагов. Мы никогда не сдвинемся с места.